Привет, ретро-консольщики! Сегодня у нас на распаковочке вот такая коллекционка по нашим любимым черепашкам-ниндзя. Да, эта коллекционка так и называется Pizza Time, то есть время пиццы. А это значит, что прежде чем делать анбоксинг, нужно заказать пиццу. Итак, пицца заказана и можно открывать. Для начала давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь изображен, видимо, Рафаэль, хотя, возможно, это Микеланджело, потому что именно Микеланджело является основным любителем пиццы. Сбоку логотип Pizza Time, логотип черепашек-ниндзя и описание того, что есть в этой коробочке. Но описание мы смотреть не будем, давайте лучше откроем и посмотрим, что внутри своими глазами. Снимаем цветной рукав и нас встречает вот такая вот зеленая черепашья коробочка без каких-либо опознавательных знаков. Кстати, что-то мы забыли. Ах да, для пиццы нужно напитки. Кока-кола подойдет, либо пепси. Итак, кола или пепси. Кто что больше любит, напишите в комментариях. Я вам не просто так сказал про напитки, давайте открывать коробочку. И первое, что нас здесь ждет, это подставки под напитки. Вот такие четыре классные подставочки с логотипами черепашек-ниндзя. Эти подставки не просто напечатаны на обычном картоне, это настоящий пивной картон, из которого делаются бердекели. Да, это специальный такой влаговпитывающий материал, который, если у вас прольется что-то, впитает в себя всю жидкость. Ну, если ее не слишком много. Итак, кола есть, подставки есть. Нам нужно создать черепашье настроение. А для этого у нас имеется вот такой небольшой плакат с черепахами. Естественно, для поднятия настроения и для большего желания пиццы, вам нужно повесить этот плакат на холодильник. Но что делать, он же не будет держаться на холодильнике. Для этого в коллекционке есть вот такой шикарный магнит Кавабанга. На двух магнитиках, чтобы крепко держалось. Этот магнит был создан специально для этой коллекционки Александром из 16-бит-магнит. Ссылочка будет в описании. Итак, плакат есть, магнит Кавабанга есть. И займемся тем, что распределим, кто сегодня за какую черепаху будет играть. А для этого у нас есть вот такие четыре браслета с логотипами черепашек-ниндзя. Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело. Можно вытянуть слепую, а можно выбрать свою любимую черепаху из этих четырех браслетов. И да, чтобы не перепутать, где ваша банка, вы теперь знаете, за какую черепаху вы будете сегодня играть. Можете просто одеть на эту банку свой браслетик. А если вы пьете не из банок, а из стаканов, можно браслетик одеть на стакан. И в принципе подойдет под стакан любой формы, даже самый необычный. Итак, колу мы пока уберем, потому что пиццу еще не привезли. А теперь самое главное, то ради чего создавалась эта коллекционка. Вот такой шикарный картридж с зеленой черепашей в полупрозрачном корпусе. На этом картридже находятся все четыре восьмибитные игры. Первая часть, аркейд гейм вторая часть, Махеттен Проджект третья часть И файтинг с черепашками, наш любимый. А на обратной стороне мы видим, что тут не просто четыре игры, а четыре игры на двух языках, на английском и на русском. Но прежде чем включить этот картридж, давайте посмотрим, что там осталось в коробке. А в коробке осталось самое интересное. Это мануал. Вот такая вот небольшая книжица. Цветная, со скриншотами, с картинками по всем четырем восьмибитным играм по черепахам. Вначале нам встречает Konami Kot и отдыхающие черепахи. И идет первая игра, управление, бонусы, сами черепахи и боссы. И здесь некоторые секреты. Вторая часть, аркейд гейм. Аркадная версия на скриншоте написана по-русски. Здесь идет управление, окружение, которое можно использовать в битве, сами черепахи и все боссы. И, естественно, секреты. Третья часть, Manhattan Project. Здесь тоже идет джойстик, черепашьи удары, рассказ о всех четырех черепахах и все боссы игры. Ну и, естественно, секреты. Как вы видите, управление содержит как оригинальные рисунки из мануалов, из оригинальных, так и скриншоты из игр. Тоже джойстик, описание ударов, все бойцы, которые есть в игре и специальные приемы бойцов. И на последней странице мы видим, что черепахи победили Шреддера. Все. Что же, давайте вставим картридж в приставку Dendy и посмотрим, что там внутри. Хотя нет, стоп. Приставка Dendy слишком серая для черепах. Давайте возьмем лифу. Вот так лучше. Зеленый картридж, зеленая приставочка. Запускаем. Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что же, вот такое коллекционное издание у нас получилось. Мы сделали всего 20 таких наборов, и 5 из них уже ушли своим новым хозяевам. Если вам понравилась эта коллекционка, напишите об этом в комментариях. Возможно, мы чуть позже сделаем еще одну коллекционку по рыбокопу и терминатору. На этом все. На этом все. На этом все. На этом все. Всем пока.